МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С вами Юлия Важенина. Сегодня в выпуске. С новым домом в Чувашии до конца года 150 детей-сирот должны справить новоселье. Первое, второе, третье и компот в чебоксарских школах планируют ввести единое меню. Герои нашего времени ребятам, спасшим чужие жизни, вручили награды. Социальное жилье нуждающимся должно предоставляться в срок. Ход строительства квартир для детей-сирот и многодетных семей обсуждали в Доме правительства. Подробности у Дмитрия Ковалева. Сократить очереди нуждающихся в жилье для властей приоритетная задача. Чтобы решить квартирный вопрос детей-сирот, в бюджете Республики заложили свыше 100 миллионов рублей. Вдобавок к этой сумме поступают федеральные субсидии. 55 жилых помещений приобретено, 6 плюс 6 на стадии оплаты находятся. В стадии завершения строительства находятся 17 жилых помещений. 40,5 миллионов было выделено. Это средства на приобретение готовых жилых помещений на первичном рынке. Планируется, что за счет указанных средств 44 ребенка-сироты будет обеспечено жильем в Урнарском, Козловском, Порецком, Севильском, Ядринском, Аллатриском районах и города Канаш. Всего же до конца года должны исправить новоселье 150 сирот. Еще одна приоритетная линия – строительство жилья для многодетных семей. На обеспечение жильем многодетных семей, имеющих 5 и более несовершеннолетних детей, в 2018 году из республиканского бюджета выделено 61 миллион 700 тысяч рублей, за счет которых жилым помещением обеспечивается 25 многодетных семей. По состоянию на 15 ноября освоено около 26 миллионов рублей, завершено строительство жилых помещений для 11 многодетных семей. От графика отстает администрация Чебоксар. Столичным властям необходимо заключить более 30 контрактов на приобретение квартир. Вся проблема в стоимости за квадратные метры. Мы сейчас, в принципе, вариант нашли для решения. Мы 27 ноября объявляемся, план графики сейчас есть. Планируем выходить на контракт на 20 декабря. Сейчас совместно с Сбербанком мы как раз работу проводим. Сегодня также встречаемся с одним из застройщиков и с Сбербанком. То есть мы работаем по садовым микрорайонам. Председатель Кабмина потребовал решить проблемные вопросы в сжатые сроки и вручить ключи нуждающимся до конца года. У нас же есть успешная практика. Мы дом целенаправленный, тех же Чебоксаров строили. С застройщиками плотно работали. Мониторинг, отчеты собирать никому не нужны. Здесь, в принципе, мы запутаем сколько там, 33 квадратных метров квартиры какие есть. Вопрос можно решать, просто индивидуально. Вы его дали объявление, раз не состоялось, два раза не состоялось. И вот третий раз уже начинаем бегать. Потому что поджимает, бюджет заканчивается и так далее. Здесь не удовлетворительно. Сегодня же Иван Моторин обсудил проблемы сбора и утилизации твердых коммунальных отходов. Между региональным оператором и перевозчиками возникают спорные вопросы. Председатель правительства отметил, что урегулировать расчеты по оплате за вывоз ТКО необходимо до новогодних каникул. Дмитрий Ковалев, Валерий Резюков, Республика. Транспортная реформа в действии. Через две недели в столице Чувашии полностью изменится маршрутная сеть. Нововведения горожане смогут оценить уже в первый день зимы. Необходимость проведения транспортной реформы в столице Чувашии назрела давно. Но особенно остро она встала, когда свою деятельность на территории республики прекратила предприятие Чуваши Автотранс. На маршруты вышли временные перевозчики на маломестных автобусах. Что оказалось очень неудобным для жителей с детьми, пожилых людей и инвалидов. Для улучшения транспортного обслуживания в столице Чувашии был разработан документ планирования регулярных перевозок пассажиров. Уже в июне администрация города Чебоксара объявила аукцион по 24 муниципальным маршрутам. Его итоги. По 18 маршрутам определен победитель, по 6 продолжаются торги. По 6 маршрутам начало срока выполнения работ январь-февраль 2019 года, а по одному маршруту аукцион будет объявлен повторно. Администрация города Чебоксары проводит процедуру заключения краткосрочных контрактов по 13 маршрутам согласно ст. 93.44 Федерального закона. С 1 декабря текущего года меняется схема движения 14 маршрутов и отменяется 16 маршрутов. В тех районах, где отменяемый маршрут единственный, к примеру, 21 для Завражного, 61 Чандрова, 63 Месокомбинат, будут продлены схемы движения 52, 32, 20 маршрутов соответственно. Транспортная доступность для отдаленных районов будет полностью обеспечена. Планируется, что в ближайшее время также запустят новый троллейбусный маршрут номер 10, который соединит микрорайон Садовый с центром города. Кроме этого, в начале следующего года планируется запуск троллейбусного маршрута в микрорайоне Новый город. На улицах столицы будут курсировать автобусы средней и большой вместимости. 77 белоснежных автобусов уже поступили в город на прошлой неделе. В ближайшее время они выйдут в рейсы. Трагедия в Новочебоксарске. В выходные в бассейне спортивной школы номер 2 утонул ребенок. Обстоятельства сейчас выясняют следователи. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следствием установлено, что утром 17 ноября мальчик пришел в бассейн с отцом. Последний остался ожидать его в холле. Около 10 часов 30 минут ребенок, находясь в бассейне, ушел под воду. Это заметили другие посетители и вытащили его из воды. Несмотря на все попытки оказать первую помощь, мальчик скончался. Ход следствия находится на контроле у руководителя следственного управления. Защитой прав детей и их безопасностью занимаются разные ведомства. Институт уполномоченного по правам ребенка, Общественный совет отцов, Союз женщин. Сегодня их представители собрались за круглым столом. Его участником стал председатель Совета отцов России Андрей Кочинов. Он приехал в республику посмотреть, как идет работа на местах. В программе визита встречи с общественниками, посещение школ и детских садов. Андрей Кочинов воспитывает пятерых детей. Он представляет всех пап России в общественном совете приуполномоченном при президенте страны. Опыт Чуваши ему интересен. Практически в каждом детском саду и школе республики созданы и работают Советы отцов. Вы обладаете тем, чего во многих регионах нет. И чтобы вы это ценили и развивали. А мы будем, даже я не побоюсь этого слова, учиться здесь, понимаете, у вас. Поэтому это очень важно. То есть в этом смысле я не гордый и мы не гордые, чтобы там приехать и кого-то учить. Нет, мы приехали, чтобы учиться. У меня уже опыт общения с регионами достаточно большой, что именно в Чувашии, вот по крайней мере на площадке, которую Олег Гаврилович тогда представлял, ведется системная работа именно по образованию. И вот эта хрестоматия, которую он мне подарил, и работа с системой образования, которой так не хватает сегодня. То есть не хватает системности. Системности просто. И в этом смысле, конечно, Чувашия и опыт Чувашии для нас реально очень важен. Специалисты признают, в современной школе не хватает мужчин, соответственно, нет и мужского воспитания. Поэтому на помощь педагогам приходят настоящие папы, которые могут научить твердости духа и силе воли. Один из последних новых проектов – отцы и школа. Мы хотим вовлечь в воспитательный процесс школьный согласие, безусловно, с системой образования, согласие руководства отцов на не те обязательные предметы, которые идут в рамках стандарта школьного образования, а именно на те программы дополнительного образования, которые формируют не меньше качества человека, чем уроки физика, математики, биологии. Юные герои нашего времени сегодня в Доме правительства награды за спасение людей получили школьники Данила Новиков и Иван Андреев. Ваня Андреев сейчас учится в шестом классе. Ему 12 лет. В прошлом году он спас маленького мальчика. Тот провалился в канализационный люк. Только благодаря самоотверженному поступку Вани маленький Саша остался жив. Я как увидел, что как он упал, я подумал, надо ему помочь. Так все должны поступать. Сейчас же так же видим все. О том, что в жизни всегда есть место подвигу, знает и Данила Новиков. Этим летом он вытащил из воды сразу двух школьников. Я подбежал и спас их. Схватился за корягу, дал ногу. И Кирилл вылез, я ему вот так под водой ногу толкал. И он взял за нее и схватился. И за Никитину руку или что-то он схватился и вот так цепочкой ему вытащил. И у меня это все на автомате случилось. Помогать людям очень нужно, чтобы они были живы, здоровы. И когда выросли, родили детей и вернулись на женах. Данила не в первый раз спасает людей. На его счету это уже третий героический поступок. Он пришел, ничего не сказал. Просто спать лег. Пришел отец одного мальчика, поблагодарил. Я не удивилась. Это было естественно. Как же он не спас бы. Не растерялся, конечно. Прыгнул, спас. Все живы, здоровы, главное. Он знает, что такое добро, что такое зло. Надо помогать близким. Кто попал в беде. Всегда протянуть руку помощи. Он должен это знать, конечно же. И Ваня, и Данила за проявленное мужество получили медали Российского Союза спасателей. Такие награды есть далеко не у каждого взрослого. И наших героев, как только они подрастут, уже ждут в службе спасения Чувашии. Юлия Важенина, Бахтияр Велиев, Республика. В чебоксарских школах планируют внедрить единое меню. За и против взвешивал родительский совет города. Первые и вторые блюда – салаты. Каждого по несколько видов. Попробовать новое меню собрались родители учеников всех столичных школ. В принципе, я всеми довольна. Вторые блюда вкусные, салаты очень вкусные. Борщ я попробовала. Немножко, конечно, он сладковат, но он правильно приготовлен по технологии. Нет жира, нет лишнего ничего. И уксуса нет, что очень полезно для детского здоровья. Ну и вот, картошка, все, мне нравится. Я бы порекомендовала эти блюда для единого меню. По разнообразию мне понравилось. Дома, на самом деле, так разнообразно не готовят большинство. Ну, какую оценку дадите сами? Пять. Мне нравится. Попробовали? Да. Ну, не все, но то, что попробовала, мне нравится. Вкусно, а главное – полезно. Специалисты разработали сбалансированное меню на 12 дней. Его составляли с учетом мнения самих школьников. В рационе 8 видов супов и 9 разных горячих блюд. Родители идею единого меню поддержали, стоимость питания от этого не изменится. Напомним, для учеников младших классов сумма равна 75 рублей в день, для старшеклассников – 85. 28-й международный оперный фестиваль имени Максима Михайлова откроется премьерой «Мадам Баттерфляй». Его режиссер-постановщик, обладатель престижной премии «Золотая маска» Александр Лебедев. Одно из главных событий в культурной жизни республики стартует 21 ноября. В программе – оперы «Дон Пускуали», «Отелло», «Севильский цирюльник», а также концерт басов. В Чувашии ждут приезда и звезд оперного искусства из Москвы, Азербайджана, Италии и Китая. Для зрителей выступят солисты «Геликон оперы» и Большого театра. Сифонический оркестр театра оперы-балета заслужит под управлением дирижера из Италии. В главной партии «Вателло» 28 ноября исполнят итальянские солисты. За дирижерским пультом выступит профессор Леонардо Куатрини из Италии. 29 ноября в Чебоксарах пройдет межрегиональный форум «Стратегия и практика успешного бизнеса». Среди его участников свыше 200 экспертов в деловой программе «Вопросы управления качеством». В рамках форума нагрозят победителей конкурса «100 лучших товаров России». С учетом актуальных в настоящее время вопросов, рабочая часть форума, представленная восьмию тематическими площадками, будут обсуждаться вопросы бережливого производства, повышения производительности труда, обеспечения кадрового потенциала отраслей экономики регионов, безопасности и качества пищевой продукции. Всероссийский день самбо в Чувашии отметили республиканскими соревнованиями. Юноши и девушки боролись за медали, а титулованные спортсмены, тренеры и все причастные к этому виду спорта принимали поздравления, награды и благодарности. Соревнованиями отмечать спортивный праздник – традиция, пожалуй, для любого вида спорта. Основное достоинство самбо – это массовость. Участниками нынешнего турнира стали около 300 юных спортсменов, которые разыграли награды в 10 весовых категориях. Титулованные же спортсмены в этот день принимали поздравления и награды. Благодарности главы республики были удостоены и родители за достойное воспитание детей, успешно представляющих республику на всероссийских и международных соревнованиях. Вера Латкова – победительница первенства Европы и мира. Много сил было вложено отца, потому что он ее как бы приблизил к спорту, рукопашный бой, бокс, а потом уже она самбо самостоятельно была. Мы препятствовать не стали. Узнали, конечно, не сразу, только когда она уже призналась. А накануне в Москве орденом дружбы наградили Евгения Селиванова, президента Федерации самбо-чуваши и заслуженного тренера страны. Ирина Волкова, Павел Иритков, Республика. Утром минувшего воскресенья в Чубаксарах, как и во всей северной части республики, установился снежный покров. И в ближайшие дни он будет расти. Во вторник существенных осадков еще не ожидается, но уже в среду синоптики прогнозируют метель, усилится северо-западный ветер. Самый интенсивный снегопад на этой неделе ожидается в четверг. В пятницу Чуваши окажутся на восточной окраине антициклона. Поэтому выглянет солнце и подморозит в ночь на субботу до минус 11, сообщается на сайте Погода 21. Это все новости на сегодня. Далее вас ждет интересная и полезная информация. Я с вами прощаюсь. До завтра. Маргаушская птицефабрика основана в 1968 году в деревне Куракасы. Сельская местность была выбрана не случайно. Она расположена вдали от автомобильных и железнодорожных путей. Здесь нет крупных промышленных производств. Благодаря этому в деревне и близлежащих окрестностях чистый воздух, который идеально подходит для содержания здоровых птиц. Елена Николаева пришла работать на фабрику разнорабочим 25 лет назад. Теперь она птичница с большим стажем. Говорит, все изменения на предприятии проходили на ее глазах. Тут легко сейчас. Раньше было тяжелее, конечно. Цех сейчас. Цеха новые, оборудование все новое, светлые. Птицефабрику по праву можно называть градообразующим предприятием всего района. Здесь трудится 198 человек. Преимущественно местные жители. Вот только работа не ленись. Зарплаты платят, авансы дают. Отпуск есть, выходные есть. Чего еще надо? Живем недалеко. Сели, поехали, приехали. Автобус, рейсовый автобус, ездим. Утром, вечером. Все. Пять дней работаю, два дня отдыхаю. Сегодня на территории птицефабрики действует 18 производственных цехов, 14 из которых предназначены для производства яиц, 4 для выращивания молодняка, 1 цех инкубации. Кроме того, здесь производят свои корма. Не суши кормят только натуральным зерном. Делают все для того, чтобы с ростом качества не росла цена. В конечном счете выигрывает потребитель. Мы кормим экологически чистым зерном, нашим, чувашским. Там никаких химикатов, ничего не добавляем, комбикорм, все наше. Химии нету. Поэтому не только беру там, даже у нас со всеми школами, детскими садами. Есть контракты. Поставляем, пользуются. И все кушают наше моргарское яйцо. На предприятии думают о расширении рынка сбыта. Хотя уже сейчас о качественной продукции птицефабрики знают не только в России, но и в Белоруссии и Казахстане. Сегодня можно говорить о птицефабрике, что она не стоит на месте. Идет инвестирование, идет модернизация оборудования. Самое главное – это люди, которые работают на фабрике. Поэтому хочу, чтобы у вас все складывалось хорошо, вы в дальнейшем развивались. Основной показатель для предприятия – количество яиц. И здесь он растет в геометрической прогрессии. Пять лет назад – почти 66 миллионов. В прошлом году – два раза больше. А в этом, согласно прогнозам, 128 миллионов яиц. В планах руководства еще увеличить эту цифру, расширив уже в этом году объемы производства. Создав при этом для наших земляков новые рабочие места. Олеся Русакова, Валерий Резюков, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова